Доброе утро, дорогие мои! Сегодня 9 мая, все празднуют День Победы. Я тоже праздную. Хотя, конечно, мнения у меня о войне сложные, и мы с вами сами знаем почему. И особенно рассказывать нам не приходится, потому что либеральные СМИ сами все расскажут, что там было так, что там было не так. У меня на войне воевали дяди, отец, мать была ветеран тыла, потому что в войну работала. И я только по их рассказам и по их отношениям к этому событию могу что-то судить. У отца, конечно, воспоминания были сложные, поскольку, хотя он и воевал до... даже не знаю до какого, какого, потому что документы так все еще добавляются-добавляются. И я нашел документ, что он в августе 43-го года комиссован в запас, а буквально год назад появился в архивах новый документ, что в сентябре был опять куда-то призван. и куда, я, честно говоря, не знаю, потому что когда отец вспоминал об этих событиях, то я был еще не такой большой. Но самое интересное, что я могу рассказать, это то, что на него было две похоронки с войны. И как вот его приемная мать Феня их воспринимала. Первая похоронка у него пришла в феврале 42-го года, когда они стояли под Ленинградом, блокаду Ленинграда, значит, защищали Ленинград, не давали в него войти. Там войска стояли, хотя окруженные, но они вот стояли и воевали. И когда вот сейчас сидят, или мы сидим с вами в затворе, я вспоминаю, как он рассказывал, в декабре пришел их полк туда. Окопы были временные, их нужно было передвигать. Никаких блиндажей не было. И до февраля жили в открытых окопах. Спали кучами, как могут, так и лягут. Что постелят там, то солома, то хворост, то и будет. И чтобы не замерзнуть друг на друге, так можно говорить. Иногда, говорит, из-под снега утром вылезаем, значит, пар идет от всех, потому что снег накрыл, и там накопилось. Ну, в общем, такая. Но самое удивительное, говорит, никто не болел вот три месяца в открытых окопах, и, говорит, по болезни никто не погибал. Но первая похоронка пришла оттуда. Больше того, он так и числится погибшим. И на поклонной горе его фамилия стоит как погибший. И в книге памяти Ивановской области, если вы ее откроете на Махов Сергей Георгиевич, то погиб в 42-м году, там все данные, как и что. И пришла похоронка. Но случай, на самом деле, трагический. Они были, Ивановский полк, артиллерийский, который был сформирован, там прошел, туда, значит, пришел, там стоял, защищал. И на Ивановских фабриках пошили новые шинели. И вот в февраль им привезли эти новые шинели, и они ночью в них переоделись. А утром проснулся соседний артиллерийский полк, который стоял в другой роще, и увидал, что через поле кто-то в серых шинелях подумал, что это немцы захватили наш плацдарм. И накрыли артиллерийским огнем. Их спасло совсем немного, я не знаю, сколько. Я видел, пять человек приезжали к отцу, сидели, плакали, шушукались, на демонстрации никакие не ходили. И все время у нас из окна видно было все площади, и все такое. Да там сначала-то и не было особо демонстрации-то. Но не ходили ни на митинги, ни на демонстрации, плакали, пили, пели песни под гармонь. И, в общем-то, вспоминали нерадостно то, что было. Второй случай у него, опять же, оказался в декабре или в конце ноября 42-го. Я не знаю точную дату, потому что по второй похоронке я только о ней слышал. разговоры я о ней, значит, видел даже с чиновником, который приходил к нам опрашивать отца по поводу письма, которые он написал куда-то в Верховный Совет или куда-то по этой похоронке. И вторая похоронка была из Сталинграда. Но история примерно такая же. Там по льду их полк бросили в Сталинград, на подкрепление в Сталинграде. А артиллерия должна была обработать берег, куда полк пришел бы. А артиллерия маленько промахнулась. Либо они слишком быстро добежали. В общем, их накрыло у самого берега. во льду они оказались в воде и выплыли сто человек. Эта история рассказывается в архивах, ну вот, в рассказах про то, когда про подвиги в Сталинграде рассказывают. и ее так объясняют, что сто человек оказались на берегу и десять дней они защищались. Без еды. Ну, вода-то была, конечно, снег. и осталось их опять по-моему десять человек вот так по истории. Хотя я не знаю, кто писал эту историю и кто ее записывал. Но отец оказался опять среди этой десятки выживших. Хотя на него уже пришла похоронка, где было сказано геройски погиб. Мать его первую похоронку посмотрела и вот так говорит, да нет, он живой. и она была верующей, там икона в нее все время вставала и когда перечисляла всех за здравие живых, она его всегда перечисляла в живых. Он пришел, значит, где-то в мае или в июне появился, он тайно прошел огородами, чтобы удивить там мать и при этом правда не знал, что похоронка на него приходила. вошел, она обрадовалась, а кто-то в общем в обморок упал, потому что он же мертвый, и вот он ходил по селу и все очень по деревне Скрыловой Родниковского района и все очень удивлялись, как так живой, все знали, что он погиб и думали, что мать просто с ума сошла. Почему она поминает, как живого, хотя на руках похоронка, там уже что-то оформлялось под нее. А вторая похоронка была уже геройски погиб, и та же самая история, когда она пришла, значит, ее сразу ей не стали показывать, потому что как-то решили уж, раз одна была ложная, то вторая это уж точно не ложная. но потом все-таки решились через несколько дней, когда она встала опять на молитву и читала за здравие, ей сказали, что вот смотри бабушка, похоронка, а она говорит, нет-нет, он живой, и продолжала так молиться опять. И действительно он опять в 43-м где-то уже возвращается, вот я говорю, комиссо он был в августе 43-го по документам. И опять чудо. Он, когда прошла реабилитация его, а после войны со всеми офицерами он лейтенант младший был, не знаю досложился ли дальше, потому что архивов нет, потом значит в 46-м всех офицеров вы знаете, что 4 миллиона посадили, и его тоже взяли и посадили. Причем как бы ни за что сделали дело. Он работал в это время судебным исполнителем при суде, и вдруг сообщили, что твое дело пропало, которое у него было на руках, но видать со стола просто забрали, его судили за пробажу дела, и 25 лет дали. через 10 лет он стриг какого-то генерала, который спрашивает, ты за что сидишь? Он говорит, ни за что, у меня ничего не пропадало, я не это, генерал говорит, я проверю, и через пару месяцев это вот отец рассказывал, его зовут Махов с вещами, говорит, думал в другую тюрьму, перекидывает, еще 15 лет оставалось, а генерал, а там говорит весточка от генерала, что дело проверил, письмо ему, ты действительно не виноват, больше того, дело-то как-то надо вести, что значит пропало, его же нужно каким-то образом докончить, и оно вдруг нашлось, и оказывается его нашли, и опять состоялся суд, и решили, что он не виноват, было решение его освободить, а судья не послал это решение в тюрьму, и он 10 лет просидел просто так, напрасно, я пытался дело его посмотреть, когда пошли в 90-х годах разрешение, что можете подать заявку ФСБ вам выдаст, я заявку подавал, вот у меня там друг работал начальником, он мне говорит, твою заявку рассмотрели, дело не покажут, в общем-то все совпадает, как ты говорил, я тебе рассказывал, но дело лежит в особом отделе в каком-то его говорит, никогда не рассекрет, тебе не дадут, я понял, что вот из-за этих проблем, в том числе и проблемы вот с Ивановским полком, что у нас считается славный полк, настоящие значит воины и они ивановцы, а он оказывается вот так этот полк погиб, не могу сказать вот все только со слов, если кто-то когда-то найдется, который и архив поднимет, и дело посмотрит, может быть там что-то и не так, я же был маленький, мне могли рассказывать с какими-то такими особенностями, но это примерное объяснение, почему они не ходили на парады и на все эти праздники и почему они плакали, но однажды у нас скверик был около нашего дома и там поставили аллеи героев, то есть вот все портреты и мы шлили по этой аллее героем с отцом и он рассказывал про каждого, он всех знал, кто погиб, ну был очень общительный такой человек и одна стоит рамка пустая а он и говорит здесь должен был быть я у меня геройский погиб но ему ответили когда написал что герой значит почему мне не присваивает героя я же геройский погиб я так понимаю что он в этот верховный совет и отослал эту похоронку какие копии ж тогда не делали а ему ответили если бы погиб то был бы героем советского союза посмертно а так как ты выжил значит то какую-то награду ему прислали но в общем героя не дали но все вернули ветеран войны инвалид войны квартиру дали как инвалида войны и все остальное как-то сделали но я так понимаю что все равно умереть в 62 года от сердца от третьего инфаркта это конечно вот эта жизнь для меня это стало примером для этой жизни потому что у него любимое стихотворение было я уж не помню чье которое заканчивалось ничто нас в жизни не может вышибить из седла такая уж поговорка у командира по-моему была вот это ничто нас в жизни не может это самое что ли ценное что мне оставил отец который был все время оптимист вот это для меня замечательно поэтому я сегодня праздную погибшие все герои я много потом наслушался в том числе и наслушался с обратной стороны у меня я подружил какое-то время с князем Новосильцевым который был помощником генерала Власова ой я и с той стороны наслушался что такое предательство как люди в общем в общем те кто пытается меня убедить скинув ссылки как вот было то плохо то плохо другое плохо что никакой у нас значит героизм и войны там не было что все трупами завалили и все остальное вы знаете я вам сам этих ссылок могу дать миллион но для меня не это важно для меня важен дух дух русского народа и победил дух русского народа вот как вы мне не говорите как вы мне не ссылайтесь что победили потому что ни шагу назад заградительные отряды еще чего-то там и чего-то там я видел этих ветеранов с этим духом я видел инвалидов с этим духом когда они безногие там полурукие это же страшная вещь была тоже с инвалидами они какое-то время были были их много много вдруг раз никого нет а оказывается в один день их всех забрали а потом у меня был муж ну в общем дядя я его звал который на Соловках работал врачом вот с этими инвалидами которых забрали и всех отправили туда и рассказывал другие жути да жути много у нас было да предъявить той власти много чего было но русский дух победил и Господь оказался с ним и поэтому для меня все остальное можно так сказать кануло в лету потому что я праздную победу русского духа победу русского духа и любимое мое стихотворение которое я вам сейчас зачитаю написано Николаем Майоровым когда-то я его читал и наизусть оно называется Мы и самое удивительное что оно написано в сороковом году я как-то не обращал внимания на дату его написания все время читал как будто вот человек прошел всю войну и таким образом родилось такое стихотворение оказывается написано в сороковом году так называется Мы у него предисловие это время трудновато для пера взяла Маяковского строчка взята есть в сказах устных А тот трубил, мир ни во что не ставя. Ремень сползал с покатого плеча. Он тоже дому женщину оставил, не оглянувшись даже сгоряча. Был камень тверд, уступы каменисты, почти со всех сторон окружены. Глядели вверх, и небо было чистым, как светлый лоб оставленной жены. Так я пишу, пусть не точны слова, и слог тяжел, и выражения грубы. О нас прошла все светлые молва, нам жажда зноем выпрямила губы. Мир, как окно, для воздуха распахнут. Он нам не пройден, пройден до конца. И хорошо, что руки наши пахнут угрюмой песней верного свинца. И как бы ни давили память годы, нас не забудут. Потому вовек, что всей планете делали погоду, мы вплоть одели слово «человек». Удивительное стихотворение. Действительно, вплоть одели слово «человек». И я всячески стараюсь. И внук у нас знает всю историю. Больше того, и в раскопках участвовали и сын, и внук на Можайской линии обороны. И поэтому, как говорится, своими руками и своими глазами все видели и все понимают. Меня, конечно, единственное горчает, что мы теряем эту форму единства страны. Я уверен, что вот случись сейчас война, я не уверен, что мы едины и что мы опять сможем так, как смогли они, как с ними случилось. Ну вот это, наверное, единственное огорчение. А так, праздник. Праздник. И пусть он будет у всех в сердцах. Не будем сегодня о грустном, будем о радостном, поскольку мы потомки этих героев. Я сегодня в Фейсбуке написал маленькое стихотворение о том, что небесные и земные полки идут всегда вместе в бой. И когда они вместе, то ничего нам не страшно, и любые трудности и беды преодолимы. Помоги всем, Господь, здоровья всем, радости и быть в состоянии пребывания в состоянии этого военного положения. Христианин, он всегда на войне на самом деле. Каждый день, каждую минуту. Единственное, что оружие у нас, которое мы можем иметь, когда не имеем другого оружия, это наша любовь. Это наша радость и веселье, это наше единство, это наше братничество и сестричество. Вот, если вы такой воин Христов, то точно вам всё по плечу. Здоровья всем, радости, с праздником. Аминь.